Доброго времени суток, дамы и господам! С вами Романище и время прохождения 2х2 Самые запоздалые отзоры актуальных игровых новинок Очередной выпуск и очередная японщина Я устал босс Только на этот раз не по аниме, а по мотивам якобы реальных исторических событий Приправленных волшебной наркоманией японского фольклора Ну знаете, этот период Сен-Гоку Когда все друг друга захватывали, предавали, засаживали перо под ребро Грабили женщин, насиловали дома Короче, чат кудежа и дичайший угар с перевоплощением в демонов И сражениями с потусторонними мракобесами Да еще и такой оригинальный период истории, который ни разу не описывался в таких играх, как Самурай Уоррерс, Сюгун Дотал Лор, Анимуша Варлорс, Секиро Шэддлз Дай Плайз, Нио 1 Как говорится, никогда такого не было и вот опять Ну что опять? Опять уроки истории Японии, катану мне в ножны Сколько можно? Как и первая часть, Нио 2 это игра в жанре Солл Злайн В смысле, как это? Не знаете, что это такое? Не слышали про Дарк Солл? В вашу пещеру еще не провели интернет? Это же легендарная серия игр для радикальных мазохистов Которые платят деньги издателям за то, чтобы страдать, играя в их игру Весь мир катится в ад Вот с тех пор целый жанр и отпочковался Для особо искушенных любителей жгучей боли в области Адуса Но прежде чем вы отправитесь в этот потусторонний мир галлюциногенной исторической японщины Вам нужно создать своего персонажа Вот оно, первое увесистое отличие от оригинальной Нио Там-то мы играли за вот такого анимешного ведьмака А здесь можем создать любое ушлепище на свой вкус И няшную тяночку, и крутого самурая, и солида снэйка, и даже любую из моих бывших Наш герой и чтец, и жнец, и катаны боятся Вот только одной катаны в этом геноциде злодеев, демонов и прочих упырей Наш персонаж не обойдется Как и в предыдущей части, разработчики запихнули в игру целый ряд крутейших японских орудий нагибаторства Причем у каждого оружия есть три стойки Можно сказать, три стиля боя Которые вы можете переключать в любой момент В зависимости от ситуации или вашей же порукости Помимо этого, в арсенале вашего японского мракоборца есть демонические потусторонние способности Его дух неразрывно обитает в соседстве с некой сущностью У вас там сидит сущность в виде гномика Этот внутренний демон, который иногда так и норовит вырваться из вас наружу Подобно смачному утреннему пердежу Позволяет игроку выполнять различные спецатаки И самое главное, на короткое время, будто бы под действием ульты Перевоплощаться в своего Йокай И насаживать на бутыль всех, кто попадается вам на пути А пока давайте отвлечемся и поговорим о культурно-интернетном наследии серии Нио Основные меместные замесы вокруг Нио, разумеется, были связаны с главным героем Вильямом Геральтовичем Адамсом Кстати, его персонаж основан на реальном английском мореплавателе Вильяме Адамсе, который с корешами приплыл к берегам Японии Японцы назойливых гайдзинов домой из вредности не пустили Ну и Вильям и стал первым самураем, вот вам и понаехали Правда, прототип героя Нио больше похож на Мишанину Пикселей, нежели на Гелли Кевилла Ну да ладно, объяснить этот факт действительно невозможно Честно говоря, не знаю, чем руководствовались ребята из студии Team Ninja при создании главного героя Нио Может быть, решили посягнуть на часть аудитории Ведьмака Ну, знаете, не особо разборчивых фанатов Типа, йоу, чувак, там Ведьмак в Японии убивает монстров, нужно заценить В принципе, если не вдаваться в подробности, то получается не так уж и далеко от истины В принципе, логично Во второй части Вильям доступен лишь как бонусный скинчик для персонажа Потому что на первый план выходит Любой урод, которого вы сможете создать своими руками Конечно, можно обойти правила вселенной этой игры И слепить из говна и палок своего Вильяма Адамса на минималках Но кому это нужно? Когда можно создать настоящего, мать его, Геральта из Ривии? Или горячую тёлку из Ривии? Ребята, толкайте ползунок сисечек на 11! Это персонаж, которого мы заслужили! Ну, надо дротить придётся Фразу «ролевой приключенческий экшн-слэшер» нельзя написать без слова «ролевой» И помимо вливания очков опыта в необходимые характеристики Авторы НИО 2 предлагают изучить навыки в древе прокачки О, ну что это за настольная игра? Первая НИО тоже не блистала дизайнерскими изысками Но это... Какой-то позор Лута здесь просто жопой жует, чем разработчики нам и предлагают заняться Оружие, броня и всякая совсем бесполезная срань Сыпется на нас как мана небесная буквально из-под каждого камня, куста и ящика Японский городовой, это что, сраная дьявла? Я запарюсь этот мусор распасовывать по карманам своего кимоно Если они там вообще есть Остановитесь! Пришлось придумать целую схему утилизации всего этого бесполезного говна Через подношение у алтарей с дальнейшим приобретением чашечек для призыва виртуальных помощников Через специальные форталы Халява? Мухлёж? Митру? Думайте, что хотите, но... Знаете что? Я разработал невероятный лайфхак, который навсегда упростит вашу жизнь в Нио 2 Да и вообще в любой ролевой игре Готовы узнать секрет вселенского успеха? Ну что ж, записывайте Надевать броню с самыми лучшими показателями и экипировать оружие с самым большим уроном Не благодарите Это пример никогда не станет прежним Обидно, что сюжет в Нио 2 такой же жиденький, как мой стул после приема успокоительного травяного отвара Нет, без шуток он прозрачный и неуловимый, как чертов вакуум Безалаберные игрожуры с пеной у рта кричат Боже мой! Вот это драма! А как по мне просто какая-то очередная японская междоусобная муть С Блэйджеком, Демонами и героем в стаинственным прошлом Уууух! И я бы мог посоветовать эту игру По большей части из-за очень классной и по-настоящему интересной боевой системы В остальном же, хоть в игре и прикрутили кучу свистелок-перделок, но по многим фронтам она по-прежнему идейно отстает от лучших творений студии From Software. Но если вы хотите немного потешить внутреннего самурая-мазохиста, то Nioh 2 достойная альтернатива и вполне себе неплохая игра. От меня 74 Геральта из Ривии и Старт. А с вами был Романище и время прохождения 2х2. Увидимся в следующем выпуске, а также на наших стримах в Поблосе 2х2 в ВК. Всем в гераклический жгуру чище. А напоследок наша рубрика Версус, в которой замечательные зрители и подписчики 2х2 гасятся со мной в игры и надирают меня за. Не переключайтесь. А это новый выпуск рубрики Версус, загаси романа, дорогие друзья. И у нас новый гость. Сударь, представьтесь, пожалуйста. Привет, я граф. На досуге занимаюсь тем, что учил тебя и людей говорить по-английски. Мы приехали в Америку и за субтитры нам ехали. Будем биться за сердце Супермена. У тебя древняя старая зрачница. Ехали на сердце, а ну-ка, сейчас я тебе покажу. Я понял, я понял, я понял, я понял, я понял, что время, 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 время. Девушки отдыхают. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да мы с пацанами в зале от груди 200 жмём Я даже подойти к тебе не могу Нет! Не получилось, мне портануло Ты что, погоди, я проведу? А, нет, не получилось Ну давай, да, да, побей меня Я тут стоял, значит, на чокслэм И в обратную сторону чокслэм С коленом Ииииии! Индидидидиди баш! Надымил мне в лицо своими газами Напердел каким-то галлюциногеном И воспользовался ситуацией А это была рубрика Версус Поздравляем нашего уважаемого графа С тем, что он меня сегодня По полной унизил Ну, а на сегодня у нас всё Всем пока, друзья Не проверьте, сидите дома Всем пока Продолжение следует...